божья благодать на тебе увидь ее мир вам братья сестры приветствую вас на блоге виктора бусло познания у нас у всех есть телевизоры и мы много времени смотрим на телеэкран до какого совершенства идет эта индустрия шагает вперед до целых домашних кинотеатров но как бы там ни было мы все смотрим на экран почти каждый день та информация нас или огорчает или радует или разрушает нас или наоборот учит но мы упорно смотрим на телеэкран сестра брат божья благодать на тебе увидите и смотри на нее ищи ее и она даст тебе веру и жизнь друзья когда мы упорно смотрим на руку бога на благодать его то это возрождает укрепляет исцеляет нас божью благодать видно физическими глазами не верите тогда посмотрим на то что говорит библия и лука в книге деяния стоит отметить что мы много говорим и будем говорить о руке бога в нашей жизни благодати об иисусе христе и святом духе на нашем канале следите подписывайтесь на канал для того чтобы всегда быть вместе с нами в этом увлекательном путешествии увидеть благодать божью но как можно увидеть то что невидимо это как дерево мы его корень тоже не видим но без корня и не будет дерево но мы представляем корень когда смотрим на дерево божья благодать это как корень дерево мы можем увидеть ее когда смотрим на то что она делает посмотрим на библию и одного из пророков – Варнаву. Апостол Варнава – это христианский святой, апостол от 70-ти, основатель Кипрской церкви, один из мужей апостольских. Один из первых левитов, принявших христианство. Это написано в Википедии. Но мы откроем книгу «Деяния» 11 главу, стих с 19 по 26. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Елинам – благовество Господа Иисуса. И была рука Господа с ними, и великое число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сём и до 70-ти, до и до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла, и, найдя его, прибыли в Антиохию. Целый год они собирались в церкви и учили немалое число людей. И ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. Это книга Деяния, 11 глава, стихи с 19 по 26. Увидеть благодать Божью. В 23 стихе Лука пишет, что Варнава, прибыв в Антиохию, увидел благодать Божью и возрадовался. Значит, можно увидеть благодать Божью? Друзья, можно. Варнава увидел руку Божью. Он увидел благодать Божью. Как? Статую или памятник? Может, кто-то клад нашел или лотерею выиграл? Он увидел, что великое число, уверовав, обратилось к Господу. А вы встречали в своей жизни, когда обратилось к Богу за один раз больше двух людей? Если да, поставьте лайк под записью. Поделитесь с нами благодатью спасения. Благодать в 90-х. Друзья, я знаю, что сейчас, кто слушает этот подкаст, братья, сестры, кто пришел к Богу, обратился в 90-х. Вспомните то время, когда были полные залы, кинотеатры людьми, которые отдавали свои жизни к Господу. Даже проходящие мимо случайно заходили в зал и принимали благодать спасения от Бога. Много из этих людей сейчас проповедники, пастыря, учителя. Вы помните это время? Время благодати Божьей. Брат мой, сестра, если ты видел это собственными глазами, то ты счастливый человек. Во-первых, ты видел, видел собственными глазами руку Божью, Божью благодать. Во-вторых, ты сейчас такой, как Варнава, знаешь, что переживал и чувствовал апостол. Да, было трудно в 90-х, но и обильная благодать была в постсоветское время и пространстве. Если вы участвовали в этом, поделитесь с нами, поставьте лайк или сердечко в комментариях. Учит нас сам Бог. Это пример для нас, записанный нам в Назитании. И здесь говорится о благодати спасения. Но мы говорим, что можно или нельзя увидеть руку Божью. Благодать Божью. На этом примере можем сказать утвердительно и однозначно. Можно. Друзья, а что такое книга Деяния? Деяние – это часть Библии. А Библия, что это? Это Слово Божье. Это то, что нам говорит, учит нас сам Бог. Это Отец Наш Небесный учит нас, на примере Антиохии, что Его руку и Божью благодать можно увидеть. Давайте не закрывать глаза на Бога, на то, что Он делает. А наоборот, во все глаза будем смотреть на Божьи дела в нашей жизни и жизнях наших сестер и братьев. Скажите Аминь. Ведь Божья благодать не остановилась только на нашем спасении. Бог всегда с нами. Я даже скажу более. Он и сейчас с вами, с тобой, мой слушатель. Это нужно Богу. Благодать Божья. Отличие просто хороших дел, случайностей от благодати – это Слово Божье. То есть все, что происходит – это желание и черта Бога. Как будто бы Он протянул руку свою и сделал. Источник – не желание человека, а Бог. На примере Антиохии – это спасение. Это Бог хочет спасения человеку. И от Его желания и произошло это событие. Кто может видеть Божью благодать? Этот вопрос описан во многих местах Писания. Мы посмотрим некоторые. Во-первых, рассматриваем нами случай в Антиохии. Кто был Варнава? В 24 стихе. «Ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры». Человек исполнен Духа Святого и веры. Он был верующим и исполнил Духа Святого. Друзья, после Дня Пятидесятницы все дети Божьи исполнены Духа Святого. Во-вторых, откроем Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Иисус сказал ему в ответ, «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. «Чтобы нам видеть руку Божью, благодать, Царство Божие, нам нужно родиться свыше, как Варнава. Потому что все, кто родился свыше, исполнены Духа Святого и веры». Можно и так сказать, если вы видите благодать в своей жизни, значит вы исполнены Духом Святым и веры. Если вы видите Божью благодать в своей жизни, будьте спокойны, вы родились свыше. Что нужно, чтобы видеть благодать? Так что нужно для того, чтобы иметь и видеть благодать Бога, руку Бога в своей жизни? Самый важный, единственный путь – это вера, пришедшая через благую весть в Иисуса Христа. Что Он взял наши грехи на Себя. Был наказан, распят вместо нас на кресте, был похоронен. Но Он воскрес. Христос воскрес, друзья. Скажите Аминь. «И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать. Ибо закон дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса Христа». Это Евангелие от Иоанна, 1 глава, стихи 16-17. «Чтобы иметь и видеть Божью благодать в своей жизни, нужно, во-первых, открыть глаза сердца и принять. Во-вторых, быть верующим и исполненным Духа Святого, как Варнава». Зачем нам видеть благодать? Друзья, очень важно видеть благодать Бога Отца в своей жизни. Вспомните своих родителей. Вам важно было, когда с вами общался ваш отец, а когда он помогал, когда вам было трудно. Вы знали всегда, что он всегда с вами и может помочь в трудную минуту. Вы знали, что он есть. Брат, сестра, вы верили в то, что отец земной существует или знали, что он есть? То есть, вам не нужна была вера, у вас есть знания. Почему, откуда? Потому что он каждый день надоедал нам, то помогая, то обучая и наставляя. Но мы через его дела все равно знали, что отец нас любит. Так ведь? Так же и наш небесный отец хочет и делает многое в нашей жизни с вами. И сегодня, мой друг, он хочет, чтобы мы видели и ценили то, что он делает по своей любви к нам. Он хочет, чтобы мы, я, ты, видели его любовь. Да и нам, друзья, нам тоже очень нужно не только верить, что Бог любит нас. Нам нужно каждому знать, что Бог Отец Небесный любит нас и нас не оставит. Нам нужна вера, когда мы не видим. Знание, когда видим физически. Вы верите, что у вас, что сейчас у меня в кармане есть золотая монета. Верите или нет? Если верите, поставьте лайк. Скажу по секрету. Моя жена не верит. Она знает, что там есть монета. Почему знает? Потому что видит. Друзья, через благодать, руку Божью в нашей жизни, мы придем к тому, что будем не только верить в Бога, но и знать, что Бог есть. Брат, сестра, Божья благодать на тебе, увидь ее. Друзья, задайте вопрос Богу и скажите, покажи свою руку в моей жизни. Попросите у Духа Святого. Прямо сейчас помолитесь и спросите. Задайте вопрос Богу, Отцу Небесному. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени, смотрели, что говорит Лука про события в Антиохе и Варнаве. Более того, мы еще много будем говорить на тему руки Бога, Иисуса Христа, Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. С вашего позволения, сегодня я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово Откровения от Духа Святого, то, конечно, поставьте лайк. Подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь. Аминь.